ПЕСНЯ Золотой ключ в итоге воспитанники нашли и передали его заведующей садом. Ну а после к учащимся и работникам обратился руководитель региона. Мамут Али Калематов поздравил собравшихся с этим знаменательным днём и пожелал доброго будущего. Это большое счастье, когда есть возможность, чтобы ребёнок развивался. Развивается он в коллективе. Он здесь находит общение, становится более коммуникабельным. Он учится дружить. И они будут вспоминать через много лет и рассматривать друг другу фотографии, какие они были замечательными, маленькими, умными детьми. Мне хочется пожелать, чтобы в этом детском саду вы нашли то, что вас напомнит духовно, напомнит, чтобы вы нашли здесь близких, дорогих друзей и будущего. Многодетная мама Лейла Явлоева открытие сада ждала давно. Из пятерых детей сюда будет ходить только младшая Хадижа. Остальные – уже школьники. Новый детский сад рассчитан на 220 воспитанников. Здесь есть образовательные кабинеты, комнаты для сна, зал для занятий физкультуры, актовый зал, а также в здании и свой этноуголок, выполненный в национальном стиле. Во дворе оборудованы игровые площадки, теневые навесы и не только. Словом, все необходимое для детишек. У нас детский сад на 10 групп, у нас есть и музыкальные, и спортивные залы. В планах у нас также несколько идей. В плане того, что у нас будет и шахматный клуб, у нас будет подготовка детей к школе, потом обучение игре на фортепиано. Мы надеемся воплотить эти идеи в жизнь. Дети идут через электронную очередь по системе, они направляются в сад, и потом уже будут зачисляться. Всего в дошкольном учреждении 10 групп. По 2 ясельных и старших, 3 младших и столько же средних. Принимать в сад будут с 2 лет. В каждой группе по 20 детей. В этом помещении воспитанники будут обучаться, играть и учиться держать ложку с вилкой. Там находится раздевалка, ну а это спальное помещение. Вся мебель специально сделана с круглыми краями, чтобы свести на нет вероятность получения травм. Это уже второй детский сад, который открыли в округе только за 2021 год. Это позволит существенно снизить очередность. У нас действительно большая рождаемость к счастью, к великому счастью. И очереди у нас увеличиваются, не уменьшаются. Потребность в детских садах у нас очень большая. Поэтому, естественно, нам необходимо, чтобы по закону образования, мы имели возможность предоставить дошкольное образование всем желающим детям. Это самое главное. Это идет в одним из пунктов, главных пунктов, я считаю, образования в России. Это дошкольное образование, которое, вы знаете, по 273 закону стало у нас первой ступенью образовательного процесса. И для нас очень важно, чтобы детские сады были на территории нашей республики. Для нас очень важно, чтобы детки и родители получили возможность развивать своих детей в специализированных дошкольных образовательных учреждениях. Открытие детского сада – это не только новые места для детей, но и серьезная помощь для рынка труда. Здесь дополнительно создали более 60 рабочих мест. Для нас это очень радостное событие, что в родном селе открылся такой замечательный детский садик. И я тут буду работать воспитателем младшей группы. Для всех нас, односельчан моих, тоже это очень радостное событие, потому что дети будут ходить в этот детский садик, все рядышком и под рукой. Мы очень рады открытию нашего детского сада. Но тем не менее, есть такие нюансы, как дорога. Нет транспорта, газели, автобуса, чтобы подъехать сюда. Поэтому нам трудно добираться. Чаяния родителей и воспитателей глава региона лично не услышал, но увидел, пока ехал. Он поручил главе города на зрание в ближайшее время изыскать средства и заасфальтировать дорогу до детского сада. Самое главное, я думаю, мэр города постарается, чтобы у вас была хорошая дорога. Если вы не нашли землю на середине центра города или хотя бы в доступности шаговой, то будьте добры, пожалуйста, мэры, руководители, бизнес, который здесь находится, найдите. У нас женщины в основном, они трудолюбивые, они хотят работать, они дорожат работой. И они не будут жаловаться. Никогда они будут складчиной заниматься. Директор скажет, давайте сбросимся. Это позор, не будем брать. Глава региона также осмотрел прилегающую территорию объекта, проверил качество проведенных работ. Новый детский сад построили в рамках госпрограммы «Демография». В округе проживает более 12 тысяч человек. И соцобъект просто был необходим. Муслим Ганиев, Магомед Идигов, Новости 24.